Для тех, кого сильно беспокоит появившаяся на канале реклама, слишком не переживайте, это будет только два ролика, два моих пробных шара, посмотрим, как дело дальше пойдет. Я по-прежнему считаю, что лучше и достойнее зарабатывать на рекламе, чем выпрашивать донаты. Ну а сейчас к теме. Давайте вспомним высказывание вот этой странной девушки, как все пишут семью классами образования, бывшая спортсменка Ольга Глацких. Она директор департамента молодежной политики Свердловской области. Скандал вокруг нее разразился, когда на встрече с детьми-волонтерами чиновница высказалась о том, что государство молодежи ничего не должно, а их родителей никто не просил рожать. Соответственно, видеозапись появилась на YouTube. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста и что она, в общем-то, имела совсем другое в виду. Вот ее фраза. Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть, а не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют. Ну вот, если она не видела, давайте посмотрим еще раз, была ли вырвана фраза. В рамках встречи поднимались разные вопросы, удобные и не очень. Одним из таких так называемых неудобных стал финансовый. На развитие нужны средства, которых зачастую не хватает. Гости территории по этому поводу высказала свою точку зрения. На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Как вы видите, девушка совершенно отмороженная, малообразованная. Понятное дело, если с детства занималась только тем, что садилась на шпагат и прыгала. И, естественно, именно за эти заслуги она попала в Госдуму. Вообще, Российская Госдума – это сборник каких-то странных людей, бывших спортсменов и актеров, не имеющих к политике ни малейшего отношения. Говорят, что она подруга Алины Кабаевой. Все может быть. Но очевидно, что девушка совершенно не понимает, что же такое вообще государство. И, может быть, есть люди, которые на самом деле согласны с ней по поводу того, что государство никому ничего не должно. Давайте в простой форме разберемся, что же такое государство. Или, скажем так, может быть, вы до этого не задумывались об этом. Если говорить строго о формулировке, то государство – организация политической власти, осуществляемая управлением обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность. Государству соответствует определенная территория, суверенитет, широкая социальная база, монополия на легитимное насилие, право сбора налогов, публичный характер власти, наличие государственной символики. Государство обладает властью, но власть должна быть публично, то есть прозрачно. С символикой здесь тоже все понятно. Государство одно должно как-то отличаться от другого. У государства должна быть определенная территория. И у государства существует договорная в обществе монополия на легитимное насилие. Если говорить совсем простым языком, то, возвращаясь исторически на много-много тысяч лет назад, представим себе, что существовали группы. В основном это были земледельцы, кто возделывали свои поля. Каждый занимался своим делом, и в случае нападения других, они были вынуждены бросать свою работу и защищать свою землю. В один прекрасный момент они поняли, что это невыгодно, что будет лучше, если каждый из них отдаст небольшую часть, они соберут своего рода дружину, и эта дружина будет их охранять. К тому же между земледельцами всегда были товарно-денежные отношения, и, конечно, возникали какие-то неприятные ситуации. И поэтому всегда, может быть, вождь этого племени или какие-то отдельные люди, уважаемые в племени люди, должны были решать, кто прав, кто виноват. Это были зачатки суда уже тогда. Они выбрали правителя, который позже стал называться монархом. У этого правителя образовалась своя армия или военные формирования, которые защищали эту территорию. Ну а затем те, кто нарушали правила этого конкретно сообщества, были наказаны через суд и должны были сидеть в тюрьме. Вот и вся форма существования государства на примитивном уровне. То, что мы сейчас имеем, это, в принципе, то же самое, просто в более цивилизованном формате. Постепенно государство стало чеканить свою монету. Монополия на власть по-прежнему существовала в виде договора между вот этими самыми крестьянами и монархом. Если монарх превышал свои полномочия, то крестьяне или позже горожане свергали этого монарха. И, как мы знаем в истории, были случаи, когда монархам, например, отрубали голову. Внутри самого общества, в более развитых формах, появляются партии и различные группы, которые должны регулировать или контролировать работу государства. И тогда, уже в Средневековье, эти зачатки будущих партий – это были мощные элитные кланы, которые боролись между собой за власть и все время контролировали деятельность монарха. Если он слишком заигрывался, его убирали и сажали другого монарха. Внутри начиналась снова борьба за власть. Если возвращаться к высказыванию этой странной девушки «А должно ли государство людям?», конечно же, ответ «Должно», потому что государство существует только и исключительно на налоги своих граждан. Если граждане все перестанут платить налоги, государство исчезнет, ибо исчезнет бюджет, исчезнет возможность содержать армию, тюрьму, судей и прочее, и государство развалится. Создание государства, исчезновение государства – это такой процесс, который все время происходит. Нельзя говорить, что вот государство существует, и оно в такой форме будет существовать навсегда. Как мы знаем, ранешние формы государства – это всегда была монархия. Теперь в большей степени на нашей планете государство существует в виде республик или парламентских республик, когда уже нет одного главы, а государством управляет народный парламент. И как бы в России официально все то же самое, но на самом деле государству отводится особая сакральная роль. Либо, сказал бы я точнее, россияне слишком много позволяют своему государству, и до россиян не доходит, что государство существует исключительно на их деньги, и именно в их власти сменить это государство на другую, более приемлемую им форму. И у них есть конституционно, то есть по закону, все права это сделать. Просило ли государство рожать родителей этих молодых, в адрес которых высказалась странная депутатша? Конечно, потому что государство заинтересовано в повышении своей демографической картины. Чем больше граждан, тем больше налогов, тем лучше охраняется территория, тем больше создается благ внутри страны. Если вы спрашиваете, почему, например, невыгодно, как и в США, построить несколько сотен аэропортов по такой большой территории, ответ очевиден. Потому что нет людей, потому что такие аэропорты, как и железные дороги, станции не окупаются. Это же касается и мостов, и любых других объектов, создаваемых государством. Ну и к чему я, собственно говоря, все это говорил? К тому, что после высказывания Ольги Гладских, ее нахождение в Государственной Думе, как и в Комитете по вопросам молодежи, было поставлено под вопрос до недавнего момента. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев После внимательного рассмотрения ее дела он оставил Ольгу Гладских на должности директора департамента молодежной политики. Несмотря на образование семи классов, расследование о нецелевом расходовании 131 миллиона рублей конкретно ею и ее департаментом, несмотря на глупые высказывания, она осталась. Вот такие дела. Государство нагло плюет на своих граждан, даже когда они в открытую заявляют, что мнение граждан их не интересует. И Ольга Гладских, которая должна была бы, по сути, защищать интересы именно этого народа, кто направил ее в этот народный парламент, нагло оскорбляет этот народ и, по всей видимости, вообще не понимает, о чем она говорит. Я вот так сижу у губернатора. После недельного забота я проиграла выборы. Я бухала дома, никуда не выходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит, вас губернатор ждет через два часа, а он сможет приехать. Ну, можно, да. Я бы не могла сказать нет. Я приезжаю, в джинсах такая, с оборочкой. И васяком. Сидит. Это 24 сентября. Я говорю, слушай, ну Леня что-то не занимается молодежной политикой. Я говорю, да нихуя себе. Я в курсе. Я хочу разделить. Создать орган. Ольга Русланна, вы готовы возглавить? У меня варианта два. Либо сказать, либо да, либо нет. Если нет, идти нахуй. Если да, то рука. У меня вариантов нет. Я говорю, да. Мне 27 лет. Что такое 27? И орган исполнительно. Даже понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ничего не понимаю. Понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю.